Министр иностранных дел Азербайджана во вторник провел в Москве встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также принял участие в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, России и Армении. Как сообщает пресс-служба нашего внешнеполитического ведомства, в ходе встреч обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Байрамов еще раз обратил внимание на позицию Азербайджана относительно сложившейся ситуации в регионе. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что утверждения по гуманитарной ситуации в регионе совершенно беспочвенные и являются политической манипуляцией. Отмечено, что вопреки обязательствам, взятым на себя в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, Армения использовала Лачинскую дорогу в военных целях, а также незаконно транспортировала природные ресурсы Азербайджана. Следовательно, меры, принятые для их пресечения, являются суверенным правом Азербайджана. Подчеркнуто, что установление Азербайджана погранично-пропускного пункта Лачин является необходимой мерой. По словам министра, несмотря на создание условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда армянских жителей в обоих направлениях, провокация, совершенная армянской стороной 15 июня этого года, стала препятствием для перехода через погранично-пропускной пункт. В настоящее время Азербайджан обеспечивает пропуск армянских жителей в медицинских целях. Барамов также отметил, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, в том числе об использовании дороги Агдам-Ханки-Анди для удовлетворения потребностей армянских жителей. Неприятие армянской стороной вышеуказанного и заявление о гуманитарной ситуации является политическим шантажом. Глава МИД подчеркнул, что прекращение попыток воспрепятствования мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, безоговорочное признание Армении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана как на словах, так и на деле, а также вывод армянских вооруженных сил, которые до сих пор присутствуют на территории Азербайджана, являются самыми необходимыми условиями для обеспечения мира в регионе.